Олег, еще раз тебя поздравляем с победой, со вчерашней. Вчера так показалось, что со стороны для тебя все сложилось очень легко на турнире. Да нет, легко не было. Каждый бой для меня был очень напряженный, было тяжело. Но мне очень хотелось выиграть, и у меня получилось. Знаем, что у тебя родители переживают. Вчера папа был здесь, да мама смотрела, с мамой разговаривала, что она тебе сказала? Она сказала, что она меня очень любит, что я вообще молодец, что я очень тобой горжусь. Ты мой любимый сын. Ты совсем недавно начал заниматься фехтованием, всего три года, да? За счет чего за короткий такой срок получилось до таких высот до 100 тысяч? Ну, как-то у меня было большое желание, я очень хотел с помощью добиться больших результатов. Плюс еще, мне очень повезло с тренером, он очень много времени мне уделял, мы очень плодотворно много работали, ну и вот результат есть небольшой, так вроде. Расскажи, пожалуйста, а как тебе пришла в голову идея уже в таком взрослом возрасте начать заняться фехтованием? Ну, я же занимался вообще плаванием достаточно много лет, а потом мне было очень тяжело там, и меня перевели на пятиборье, вот, чтобы как бы дальше продолжать. Вот, а у меня там, честно говоря, не очень шло, но когда началось фехтование, мне очень понравилось, и более-менее пошло, и мне один из пятиборских тренеров посоветовал начать заняться профессионально, по крайней мере, попробовать. Ну, я пришел, вот, к своему тренеру первому, ну, и у меня начало поучаться, вот, и я решил, что, ну, что это мой спорт, что я могу здесь достичь больших успехов. Сейчас для себя какие цели ставишь? Ну, я, честно говоря, очень хочу отобраться на Европу с миром, я никогда еще не ездил туда, очень хочу в составе команды поехать, вот, ну, и, конечно, очень хочу выиграть, вот, моя цель на обжачий сезон, ну, на концовку сезона. Спасибо тебе большое и поздравляем еще раз тебя, спасибо.